Дима, хотел тебя спросить, чем тебе не нравятся уличные музыканты. Блин, миллион раз вроде рассказывал, но давайте еще раз. Мне не то, чтобы они не нравятся, я, блядь, ненавижу уличных музыкантов. Потому что человек, который играет на улице с усилением, априори мудак. Нет вариаций. Потому что... Окей, предположим, большое количество людей любит музыку. Я вот из Питера, например, там огромное количество людей любит музыку. Любой человек, который любит музыку, может сходить на бесплатный концерт, на платный концерт. Послушать ее в наушниках, послушать ее у себя дома. В момент какой-то мудила или группа мудил встают в людном месте с аппаратурой и начинают ебашить музыку, потому что им припиздилось. Они таким образом нарушают свободу окружающих. Нарушая их личное пространство. Потому что я в этот момент, как прохожий, могу идти с работы с больной головой. У меня может спать в коляске ребенок. Я могу гулять с ребенком. Я просто могу не хотеть этого слышать. Но меня лишают такого права. Кроме того, в России законом запрещено в общественных местах играть с усилением. Но все эти мудаки башляют ментам, просто давая взятки, что тоже, кстати, является преступлением. И попробуй подойди к менту и попробуй заставить мента прекратить шабаш, который они устраивают. Ничего не получится. Потому что менты вдоль. И это реальность, которая меня бесит. Я ненавижу эту хуйню. Именно потому что вот в центр города там идут тысячи людей. И три мудака решают, что все эти люди будут сейчас слушать их. Вот представьте себе, что они не про группу крови на пачке сигарет поют 20 раз подряд. А просто, ну, какое-нибудь мурло заваливается, не знаю, в автобус, в котором вы едете. И начинает орать, мешая всем. Вы как к этому относитесь? Хуево. Так вот, даже если вам нравится музыка, которую исполняет человек с гитарой посреди улицы, с компиком и, не дай бог, с акустической барабанной установкой, это еще не значит, что на это подписались все окружающие. Это как раз нарушение свободы людей, которые находятся рядом с тобой. Это просто скотство. В этот момент ты ведешься, как ебаная свинья. Потому что ты заставляешь окружающих тебя терпеть. Вот поэтому я не люблю уличных музыкантов. У меня меньше вопросов к людям, которые играют без усиления. Ну, например, просто человек стоит с акустической гитарой и поет. Потому что они создают сильно меньший шум. Проблема в том, что люди, которые играют с усилением, перекрикивают музыку в моих наушниках. А я в этот момент могу разговаривать, там, по работе о чем-то важном. Или еще раз, просто хотеть спать, у меня может болеть голова. То же самое в вагонах метро. Люди едут с работы на работу. Заебаные. Кто-то спит. Заходит куча мудаков с копиком. И начинают играть на весь ебаный вагон. Все просыпаются, у всех начинает болеть голова. Кому-то нравится, кому-то нет. Но в итоге у тебя как бы нет возможности от этого спрятаться. Вот поэтому терпеть не могу. С усилением есть другая проблема. Потому что, например, барабанной установке не нужно усиление. Она и так способна по громкости перекрыть большую площадь. Но опять же, надо помнить, что я из Питера. Я работал в гитарной мастерской окнами, выходившей на метро. Василия Островская. Я про группу «Крови на пачке сигарет» слушал просто в фуллтайм с 9 утра до 11 вечера. Причем там репертуар 8 песен по кругу. Там «Восьмиклассница», «Когда твоя девочка пацан», «Группа «Крови на пачке сигарет». И ты вот это все слушаешь и такой «Ёпт». Оно еще и ссссс. Ну, мне еще повезло. У меня еще там уровень исполнения был, когда человек не попадал ни в одну ноту и ни в один акцент. И у меня это такая больная мозоль. Уличные музыканты — это такая больная мозоль. Ненавижу, блядь. Просто мудаки. Хорошо, в торговых центрах должна играть музыка. Фоновая, тихая музыка, которая не перекрикивает разговаривающих людей. Чтобы ты шел по коридору торгового центра и мог с человеком рядом с собой спокойно разговаривать, не повышая голос. Да, окей. Если она орет на той громкости, на которой она орет у уличных музыкантов, нет, идите в жопу. Конкретно запрещено играть с усилением. То есть запрещено играть с комбиками, запрещено играть с колонками орущими. В случае, если ты играешь с акустической гитарой, ты создаешь гораздо меньше помех для окружающих. Субтитры сделал DimaTorzok